МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Суть дела. Россия вышла в мировые лидеры по количеству детей, учащихся в Великобритании. С 2005 по 2017 год их стало больше на 77%. В 2016-2017 годах в английские частные школы поступили 608 детей из России. Кто же эти несчастные дети-изгнанники, вынужденные получать образование далеко от Родины? Кто их бедные родители, оплатившие учебу наследников в престижных учебных заведениях Великобритании? Старшая дочь бывшего вице-спикера, а ныне простого депутата Государственной Думы Сергея Железняка, училась в Лондонском университете королевы Марии. Это один из крупнейших университетов Великобритании. У него даже есть собственный студенческий городок в самом центре Лондона с общежитиями, ресторанами, банками. Анастасия Железняк с 2012 по 2014 годы изучала в английском университете международные отношения. Три года обучения дочери обошлись отцу в 3 миллиона 700 тысяч рублей. Стоимость одного года обучения на этой программе для иностранных студентов сегодня составляет 16 тысяч фунтов стерлинга. На этом инвестиции Железняка в английскую образовательную систему не закончились. В 2014 Анастасия поступила в магистратуру в Kings College. Там она стала магистром по специальности анализа рисков в сфере географии. Стоимость обучения на этой программе для иностранцев составляет 19 тысяч фунтов стерлинга или полтора миллиона рублей в год. Один из сыновей депутата Государственной думы Александра Ремескова, Николай Ремесков, в 2008 году оказался в элитной британской частной школе-пансионе, Malvern College. Помимо стандартного набора предметов, дети в этой школе изучают латынь, религию, дизайн, театральное дело и искусство дебатов. Стоимость обучения в колледже составляет 36 тысяч фунтов или 2 миллиона 800 тысяч рублей в год. Член Совета Федерации от Омской области, знаменитая своими законопроектами в области патриотизма и сексуального воспитания молодежи Елены Мизулина, тоже отправила сына учиться за рубеж. С 2002 по 2003 год Николай Мизулин изучал гуманитарные науки в Оксфордском университете. Это лидер рейтингов самых престижных учебных заведений мира. А обучение там, естественно, платное. Чтобы провести год в Оксфорде, нужно запастить суммой порядка 20 тысяч фунтов или миллиона 600 тысяч рублей. После учебы в Англии Мизулин не стал возвращаться на родину. Сейчас он проживает в Бельгии и является партнером в американской юридической фирме «Мэйр Браун». А вот сын губернатора Ростовской области Василия Голубева закончил магистрскую программу по бизнес-администрированию в Улвергэмптонском университете. Чтобы повторить судьбу сына губернатора, сегодня придется отдать в казну университета 12 тысяч фунтов или всего 1 миллион рублей за год обучения. Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых сейчас судят за получение взяток на сумму в 600 тысяч евро. Еще до возбуждения дела он отправил старшего сына Юрия учиться в английскую школу-пансион. О своем намерении он сам сообщил своим читателям в живом журнале, назвав его очень сложным решением. Правда, Белых поскромничал и не указал название школы. Однако сумма трат на учебу сына всплыла в суде. Об этом рассказал товарищ Белых Алексей Пыхтеев, который одно время распоряжался финансами экс-губернатора. Вот он и посчитал, что на учебу сына в школе Великобритании уходило порядка 2,5 миллионов рублей в год. А согласно антикоррупционной декларации за 15-й год, Белых зарабатывал примерно такую же сумму за год. Конечно, учиться в Англии хорошо и престижно. И британский диплом – гарантия светлого будущего. Но почему-то у всех суперпатриотов дети за границей, а откуда берутся деньги на их обучение – непонятно. И почему в Англии не учатся дети фермеров, учителей и врачей – тоже загадка. Это была суть дела. Все будет хорошо. Не сомневайтесь. Продолжение следует...